Значит, она должна делать горку, она должна делать утренник, никто не должен пугнуть, это утренний, уровень констроля возвышается до бесконечного. Знаете, пожалуйста, что это сказать? Да, и с того момента, как только эта сюжетная линия началась, о том, что Анастасия возьмет под опеку азота, я сразу поняла, что ничего из этого не получится. И мы по сюжету видим, что азот уходит, причем самостоятельно, она пытается его остановить, она говорит, мальчик, ты куда, я тебя усыновила уже. Он уходит спокойно, и все, он уходит и ничего не остается. Просто восхитительная иллюстрация того, как работает синдром спасателя, когда человек фиксируется на том, что по сущности вообще не имеет никакого наполнения, то есть чистая иллюзия. Тоже выдуманная история. А к Тимур хотел сказать, к тому, Миша? Да, я хотел сказать, что я не хочу навешивать ярлыки на эту Настю, но как минимум... Суд над литературным героем! Да, я хочу избежать этого. То есть может ей как бы что-то нужно, а люди ей этого не дают, то что ей нужно, но по факту для нее дело доверяло. Просто представь себя на месте Олега, то есть он надевает скафандр, он заходит в среду с инертным газом, он впервые в жизни варит этот долбанный дитан. То есть как бы чего он не делал раньше? Он, наверное, проапгрейдил свои силы там до восьмого уровня сваршек. То есть как бы реально думал, что он полдня потратил на то, чтобы барышня, которая его выгнала, сделать как бы совершенно ненужные ему горки эту лопату. То есть это как бы подвиг на самом деле профессиональный. Это не просто вот там маску надеть. Проблема в том, что Олега выйдет с работы и все. А Настя, она вообще никогда не выйдет. Пройдет Новый год, потом будет новый утренник на 8 марта, потом... Мы назвали две кульминации. Это когда воспитатель на стуле и азот. Я подумал о том, что именно эти две сцены, они как раз менее правдоподобны. Потому что все остальное, это вот прямо, ну как бы, как и жизнь. А эти две сцены, которые... Старая вообще сон. Ну да. Она ненадолго. Нет, вообще я считаю, что то, что воспитатель забирает две ночи к себе ребенка, ну это уже как бы неправдоподобная ситуация. То есть в наших обстоятельствах это... Но надо объяснять, почему она это делает. Бажный, есть протокол действия. Они обязаны уведомить полицию. Я почему запомнилась, потому что я сопереживал. Каждому очень сильному персонажу я проникся. И потом опять вот эта линия для меня была в другую сторону. Ага, поди. Она нужна, а мне кажется, она и стала как будто отдушина. Вот с кем просто можно побыть нигде некому. Ну, ну. Из-за кого они... Ну, не нравится. Все пьесы Анастасия Витальевич Марина, она, грубо говоря, обороняется. На нее столько негатива каждый день летит. Ну, минимальный какой-то праздник, утренник, они развели до события века. Приезжает космонавт, вообще. И он был не на планете, он был далеко. Они такие, да нормально, песнику споете. Все хорошо, через брусико кувыркаетесь. Ага, или что вы? И как раз-таки эта значимость, она и отличается тем, что огромное событие превращается, не снижается до минимального, до минимального, до максимального. Но структура, по сути, она одна и та, что это начальник один добрый, другой хороший. В школе. Хорошо, он говорит, добрый, ничего добрый. Ой. Один плохой, другого. Здесь подтверждается именно ее состояние, уровень ее психоза. Кто-то чего ее доведет. И все. И комбинация это как раз-таки и заключается в том, что, ну, какое-то облегчение. Это родители, это руководство. Олег тоже уже задолбал. И обманутыми фантазиями о море. Она не знает, живет ли она до этого моря, он не там живет. Вот, я могу взять этого человека себе, он будет меня обожать, я буду его вот этой вот прекрасной матерью в его глазах. И в конце, когда она уже приходит, вся заплаканная, заребанная, туда, где строят эту дворку, она начинает радоваться, потому что она понимает, что люди реально пришли ей помочь. То есть она думала, что никто не придет, никто ее не услышит, никому она не нужна. Я вздумалась, в начале есть эпиграф, если будет запасный долг, как-то нет его конца. Все же он кончится, на радость каравана, не тужим. По сути дела, для меня эта пьеса, это, как знаете, какой-то отрезок жизни человека, темный, то есть вот черная полоса. Но обязательно же в конце будет что-то хорошее, просветление.